В этом ролике мы вам покажем трех участников выставки Агрос-2023. Первый российский доильный робот, упаковщик зерна и станок для обрезки копыт. Приятного просмотра! Итак, мы начнем наш выпуск с доильного робота-волшебник. Как заявляет компания, он полностью российский. Мы, конечно, это сейчас выясним, потому что есть вопросы. Ильдар любезно согласился нам рассказать про робота, который называется «Волшебник». Ильдар, это действительно российская разработка или нет? Сборка данного робота сейчас локализована в Нижегородской области. В Нижегородской области, да? Так я сам с Нижегородской области. В городе Бор. Что-то в стадии разработки, что-то уже разработано и применяется в данном образце. И из последующих что-то идет до сих пор еще параллельным импортом. Не все заменено, будем говорить, как есть. Робот, ну как он работает вкратце? У нас получается 3D-камера, считыватель, который определяет, какое животное подошло. В программе занесены про нее данные о удоях, о ее болезнях, о ее каких-то ветеринарных мероприятиях. То есть животное подошло, открылась калитка, животное зашло внутрь, камера поняла, как оно спозиционировалось внутри бокса, да? Прочитала, что это за животное. Дальше пошел процесс уже предварительной обработки в имени. Пошел процесс сдаивания первых струек молока, чтобы понять, нет ли мастита предположенной. Анализ происходит. Да, если это молоко некондиционное, то не в общую емкость оно пойдет, а отсортируется его отдельно. После этого непосредственно сканирование уже лазером самого в имени. Мы знаем о корове каждые индивидуальные ее параметры, по вымене он ее уже узнает, оденет быстро, оперативно, как полагается, подойдет. По принципу работы понятно, это то же самое, как у Леи, например, как у Далавай. Есть ли какие-то конкурентные преимущества перед вот этими компаниями, которые я озвучил? Задачи, которые стоят в процессе доения, они все понятные, у всех одинаковые проблемы. Этот робот решает абсолютно весь спектр этих вопросов. Чье ПО? Вы сами ПО писали? Сейчас программное обеспечение свое уже, собственное, независимое, разрабатывается. Оно выходит уже и будет применено в начинке наших российских образцов, наших российских роботов. Решение есть, оно уже будет внедряться сейчас буквально, это вопрос месяца. В городе Бор, где у вас производство, вы что-то производите по факту, какие-то элементы или просто происходит сборка? Конечно, каркас у нас, как вы видите, например, манипулятор, да, это все вот, это все делается уже там. А дальше происходит уже комплектование начинки, узловая сборка. Ну и, наверное, последний вопрос. Агрост вас все-таки за что наградил? За то, что вы первый российский робот для доения? Или есть какие-то фишечки, которые действительно отметили? Все-таки да, роботов как таковых россиянин нет, а сейчас он существует. Там вот сзади Merlin написано, это как? Merlin, это Fullwood Pack, компания английская. Глядя на него, делался этот образец, ну то есть волшебник. Но сейчас россиянин будет даже внешне и внутренне, не полностью, но он будет отличаться. Этого робота уже можно купить? Он есть в коммерческом? Да. Мало того, он установлен. Средняя цена у него какая? Варьируется. По кругу. Одиннадцати, двенадцати, тринадцати. Там комплектацию надо смотреть. То есть, Fullwood Pack, скажем такую цифру. Друзья, уже есть на рынке наш первый российский робот. Спасибо Ильдару. Особенно приятно, что это, конечно, мои земляки. Город Бор, это через реку от Нижнего Новгорода. Ильдар, спасибо, вам удачи. Спасибо. Мы идем дальше. И еще один из победителей на выставке Агро-2023 – компания Lilliani с их зерноупаковочной машиной. Итак, представитель компании Юрий. Юрий, кем вы работаете в компании? Расскажите про машину. Добрый день. В компании работаю коммерческим директором, а также большим другом наших аграриев. Отлично. За что получила эта машина награду? Давайте пробежимся, расскажем про нее. Значит, машина получила, ну, во-первых, награда несколько неожиданна для нас была, но это очень приятно. Машина получила награду за новую функцию внесения консерванта при закладывании зерна в пластиковые рукава. Вообще, данная машина традиционно, это базовая машина для упаковки зерна в пластиковые рукава, цельного зерна. Эта технология пришла к нам из Аргентины, известна она с 2000-х годов, используется нашими аграриями очень интенсивно. На сегодняшний день порядка 10 миллионов тонн зерна в год хранится в пластиковых рукавах. Но этот год, он, как все знают, он особый год, он со своими проблемами. Очень много было влажного зерна, и влажное зерно в рукавах на длительный срок, к сожалению, закладывать получается очень редко. Здесь имеют значение два важных фактора, температура окружающей среды и влажность самого зерна. И для того, чтобы гарантированно заложить влажное зерно в рукава надолго, его нужно обработать консервантом. Законсервировать, тогда можно спокойно, оно может у вас лежать полгода, даже больше. Для того, чтобы это делать было удобно, чтобы не какими-то подручными средствами пользоваться, мы разработали вот такую установку внесения консерванта. Машина достаточно простая, здесь нет гидравлических приводов, машина приводится в движение, в рабочее состояние от вала отбора мощности. Дальше через цепную передачу вращается шнек. А есть какая-то минимальная мощность трактора, которая сможет ее раскрутить? Даже МТЗ-80 с ней работает. Даже в принципе, если у вас есть и меньшей мощности трактор, главное, чтобы вам хватило мощности вала отбора. Значит, зерно подается сверху. Есть у нас также в линейке машина с нижней подачей зерна, но это чуть более сложная машина. Традиционно зерном машина подается сверху и упаковывается в рукава 75 метров или 60 метров. То есть рукава есть различной длиной. Но об этом поговорим, когда в заднюю часть машины перейдем. Здесь что у нас? Здесь резервуары для... Да, непосредственно у нас здесь резервуары для консерванта. И также насос стоит и регулировка подачи. То есть мы можем регулировать уровень подачи консерванта от 2 до 7 литров. А форсунки чьи стоят? Насколько качественно оно протравливается, так скажем? Форсунки, я вам не скажу, к сожалению, сейчас производителя, чьи форсунки стоят. Да, значит, тем более, что сейчас период замещения, импортозамещения. Да, наши сотрудники снабжения, они работают с различными поставщиками. Для того, чтобы мы могли надежно производить и самое главное потом снабжать комплектующими наших клиентов. У нас теперь есть по 2-3 поставщика. А насосы все итальянские? Раньше мы ставили только шурхо, теперь мы приобретаем и китайские насосы, и турецкие насосы. Да, то есть здесь уже берем всегда качественно. И то, что зарекомендовало, мы выясняем у других коллег, кто чем работает. Соответственно, берем только у качественных поставщиков. Окей, идем дальше. Обычно эту часть машины во время работы, во время закладки зерна в рукав, ее никто не видит. Потому что сверху у нас надевается рукав, стягивается начало рукава, завязывается, подвязывается. И дальше уже зерно поступает в рукав через шнек, который у нас здесь расположен. Принцип закладки зерна в пластиковые рукава, вообще хранение зерна в пластиковых рукава, в том, что зерно в рукав набивается очень плотно. У нас на машине есть тормоза, на каждое колесо отдельный тормоз, для того, чтобы можно было регулировать уровень натяжения и уровень плотности закладки зерна. Как он определяется, уровень плотности? На рукаве специально нанесены опознавательные, где-то это риски, где-то индикаторы. И в комплекте с каждым рукавом идет линейка. У линейки есть зеленая зона, красная зона. То есть пока у вас вы прикладываете, тот, кто закладывает, контролирует закладку зерна в пластиковый рукав, он прикладывает в процессе закладки линейку и контролирует, чтобы натяжение было в зеленой зоне. Но натяжение при всем при этом обязательно должно быть, иначе у вас не обеспечится плотная закладка. У вас будет большое количество кислорода и будут всякие разные процессы. Не факт, что это гниение, это может быть и брожение, и все что угодно. Но если все сделано правильно, даже влажное зерно, ну, к примеру, кукуруза, пшеница, заложенная при 30 градусах окружающей среды, она может храниться до 4 месяцев без потери качества, без появления запаха, без изменения цвета, то есть в первозданном виде. После этого ее можно извлечь и досушить в любое время. Производительность, сколько тонн в час она может упаковывать и для какого масштаба хозяйств такие машины подходят? Наша машина может упаковывать с производительностью 350 тонн в час, но эта производительность указана при непрерывной подаче зерна, так называемая пиковая производительность. Среднесменная производительность в хозяйствах составляет порядка 120 тонн в час. То есть большое хозяйство может за одну смену одной машиной заложить 1000-1200 тонн зерна в рукава. Естественно, там где это большое хозяйство так и происходит, но сама машина и сама технология она доступна и для небольших хозяйств. Начнем с того, что стоимость данной машины в сравнении, скажем так, с аналогичными методами хранения зерна невысока. Машина стоит порядка миллиона и при такой производительности для этой технологии это невысокий цен. Дальше данная технология очень хорошо подходит для хранения семенного зерна. Клиенты наши, которые занимаются семеноводством, они очень любят данную технологию, потому что в рукаве вы можете хранить зерно индивидуально, каждый сорт индивидуально. У вас не происходит самосортировки, которая происходит в складе. Соответственно, нет смешивания сортов, это, естественно, залог того, что сорта не будут перемешиваться. И вот лично от меня вопрос. У нас в районе никто такой технологией не пользуется, никто в рукава не закладывает, все храним в складах и так далее. Насколько птицы будут атаковать эти рукава? Вот что показывает практика? Они их рвут, нет? Здесь удивительно, что вы спросили только про птиц. Обычно традиционно эти вопросы задают вступы с мышами. Мыши и птицы. Конечно, есть и птицы, есть и мыши, есть вообще человеческий фактор, но, как говорится, балков бояться в лес не ходить. Вообще, в принципе, сама технология, если она соблюдается правильно, то два этих фактора, они хоть считаются негативными, но они не настолько принципиальны. В чем правильное соблюдение технологии? Если вы заложили зерно в рукав и вокруг рукава провели после закладки уборку, у вас нету приманки для птицы. То есть птица летит, как правило, когда у вас вокруг рукава разбросано зерно. Что касается мышей, если у вас рукав заложен по технологии правильный, рукав достаточно плотный, мышь не вгрызается, не может вгрызться в середине рукава, мышь может вгрызться только там, где есть складка. Если вы нарушили технологию, если у вас появилась складка, это потенциально опасное место, ему надо больше уделять внимания. Если у вас все заложено правильно, тогда у вас потенциально опасные места только начало рукава и конец рукава. Там, как правило, раскидывается отрава, ставятся ловушки от мышей, но и естественно, как и везде, и в складе, и на элеваторе, постоянная инспекция. То есть постоянная инспекция рукавов, если вы раз в день будете обходить ваши рукава и смотреть, что с ними происходит, в комплекте с каждым рукавом идет скотч, ролан скотча, и вы ремонтируете, тогда у вас зерно не пропадет в рукаве, даже грамма зерна не пропадет в рукаве, если вы своевременно дырку залатали. Вот единственное, во всей этой истории, которую мы сейчас услышали, меня смущает, что сохранность зерна зависит от человеческого фактора. Я очень не хотел бы возлагать эту ответственность на людей, потому что всякое бывает в сельском хозяйстве. А почему я спросил про мышей и про птиц, мы в этом году начали упаковывать сенаж, пресс-подборщик с обмотчиком, и птицы некоторые рулоны так прям нормально атаковали. Они видят что-то черненькое, они думают, что это мышка там или какая-то букашка, и проклевывают, и приходится тоже как раз-таки человеческий фактор, хотите это все заклеивать. Ну, давайте так, я не пытаюсь никоим образом умолить достоинство складов, достоинство элеваторов, но давайте так, человеческий фактор на складе, что отсутствует? Тоже есть. Человеческий фактор на элеваторе отсутствует? Тоже есть. Теперь вопрос про мышей. Мыши на элеваторе есть? Есть. Мыши в складе? Есть. Птицы, если у вас склад недостаточно хорошо закрыт, тоже в складе есть. Только в отличие от рукавов, рукав вы можете обойти вокруг и увидеть, атаковали или нет, и соответствующим образом побороться. Если у вас, вы пропустили, и у вас есть доступ в склад, и птица залетела в склад, или мыши в складе, вы убыли зерна никогда в жизни не увидите, вы в этом увидите потом. А теперь есть еще фактор, который в элеваторах и в складах, мукоед, долгоносик. Вот этот фактор в рукавах сводится к нулю вообще, потому что, естественно, у вас через неделю нету там кислорода. И все, кто хранит зерно, они отмечают вот этот фактор, они отмечают, что по крайней мере у нас проблемы с мукоедом, с долгоносиком, с насекомыми у нас отсутствуют. Друзья, интересная технология, каждый сделает выводы для себя сам, кстати, напишите, у вас в регионе хранят зерно в рукавах или нет. Юрий, вам спасибо. Спасибо, Иван. А мы идем дальше. Друзья, еще одна компания, интересный продукт. Чем интересный, хоть ребята и не получили награду от Агреса, но они без лукавства рассказали о своем изобретении, так скажем, о своем продукте. И сейчас мы с ними пообщаемся. Назаров Виктор Александрович, руководитель этой компании. Виктор, расскажите, чем занимается ваша компания и что у нас здесь представлено? Наша компания занимается обрезкой копыт у коров. Занимаемся мы этим уже с 2008 года. Было куплено оборудование импортное, в частности, американский станок. Потом принято было решение производить данные станки у нас в России. То есть построили собственную базу и стали их производить. Сначала мы сделали ручной станок, потом сделали электрический и поняли, что для наших целей нужен серьезный, мощный станок автоматический на гидравлическом управлении. Мы сами из Вологодской области, город Волога. Давайте тогда посмотрим, что этот станок из себя представляет. Расскажите, что доработали, какие нововведения здесь есть. Ну, самое главное нововведение, чем мы можем похвастаться, это этот станочек с пультом дистанционного управления. Так. Это позволяет обрабатывать поголовье одному мастеру. То есть мы можем открыть задние ворота, например. Да, вижу. Корова здесь заходит. То есть зашло животное, мы запустили животное. Закрыли ворота. Зафиксировали животное в станочке. Вот. Дальше с помощью пульта подняли. Для чего мы поднимаем? Для того, чтобы мастеру было удобно обрабатывать. Мастер здесь может его отрегулировать по собственный рост. То есть регулироваться. Здесь датчики стоят. Ослабляем болты и выставляем. Если мастер, конечно, хочет заработать вручную, можно перейти в рубочный режим и выбрать автономную высоту станочка. Удобно, согласен. Да, на импортных станках такого не представлено. То есть у них только один-два режима вырабатываются. Дальше, что мы переходим к фиксации конечностей. Фиксация конечностей с помощью гидромоторов происходит. Опускаем станочек, фиксируем конечность, зацепили и поднимаем. Все, и пошла работа. Да, и пошла работа. То же самое все остальные конечности. Здесь вышла интересная доработка, которая здесь представлена только вот на этих станочках. То есть опора задних конечностей. Эта опора позволяет вам удобно обрабатывать. Даже при высоком подъеме, иногда бывает у животного нога уходит. То есть и приходится мастеру присаживаться. И чтобы не присаживаться, мы сделали такую опору. Стало мастеру удобнее работать. И то есть, естественно, это комфортнее животным. Он более сделает ее качественную подработку. Этот станок, в принципе, был аналогом, этот американский станок. Единственное, что мы сделали для себя, что убрали. Американский станок, он жесткий, и он 3,5 метра. В наших реалиях российских невозможно передвигать его в стесненных условиях. То есть мы сделали убирающийся рамку. Сделали для того, чтобы легко перевозить его. Сделали вот это, так называемое, мы его называем моноколесом. Это тягатель для станка. То есть он подцепляется. Мобильный станочек, то есть один человек свободно его перевозит. Здесь еще же рамки выставляются, чтобы так называемый раскол для животного. Эти рамки можно легко повесить на сам станочек и также вместе с моноколесом все перевезти. То есть перевозка станка занимает 5-10 минут. А все вот комплектующие, гидронасосы, вся гидравлика, это чье? Ну, тут сборная солянка. То есть все, что можно, покупаем в России. Есть, конечно, и болгарские гидромоторы стоят. Тихошумные, кстати, это итальянский насос. То есть мы берем самое лучшее, пока возможно. Сейчас там условия поставок ужесточаются. Как дальше быть? Есть решение? Есть решение. И берем переговоры с теми компаниями, которые санкции не привели. Даже европейцы, они готовы поставлять. Есть китайские партнеры, которые нам, по крайней мере, пробники выслали. Но будем сейчас испытывать их. Даже тихошумный насос китайцы производят. Правда, цена, конечно, такая же, как итальянская выходит. Насколько этот станок сейчас уже популярен в России? Сколько их у вас уже купили? Ну, данную модель мы производим с 2018 года, и мы, честно, делали под себя. То есть у нас 16 бригад, и все работают на них. То есть мы в своей области, в принципе, продали, наверное, 4 станка и несколько станков в ближайших регионах. Насколько далеко от Вологды вы можете осуществлять сервис этих машин, проводить какое-то ТО, там вдруг что-то сломалось? Как это вот все будет работать? Ну, в принципе, сервис у нас организован. У нас же свои бригады тоже обслуживаются. То есть по всей России мы сможем, если через Сирис, а так год гарантия на этот станок. Какие-то еще фишечки, доработки по сравнению с американским есть? Ну, тут, знаете, наверное, можно, так как я сам лично его дорабатывал, я могу часами о нем разговаривать. Какую-то детальку возьмем. Просто, знаете, только, наверное, тот мастер, который режет, он может это оценить. Подогрев, например, масло есть, да, у нас, чтобы для наших российских условий перевести станок тоже надо. А чтобы его гидравлику запустить, надо масло подогреть. То есть вот это такая фишка есть. Тут прям можно разговаривать часами. То есть какие-то моменты по эргономике станка у нас сделаны свои. То есть где мы видим, проблемы возникают, мы делаем. Друзья, интересная история, когда действительно человек фанат своего дела. Начал с бизнеса по предоставлению сервиса, да, по обрезке копыт. И сейчас пришел уже к готовому решению, чем пользуется сам, там, под ногой от хозяйства. Классно, вам удачи и спасибо большое. Вам спасибо. Ну что, друзья, вот такой вот краткий обзорчик. Всего три компании. Но на самом деле радует, что есть энтузиасты своего дела. Есть люди, которые пусть там в какой-то степени и копируют, но пытаются это развивать. Напишите в комментариях, какая компания больше всего понравилась вам. Ну и мы увидимся с вами в следующих выпусках. Пока. Что посеешь, что и пожнешь. А вот теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok